Привет! Меня зовут Настя. Очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. И пока я подготавливаю стол к съемке, хочу рассказать, что это видео будет про оформление моего ежедневника, блокнота-читательского дневника. Мы поговорим о форматах и принципах введения, покажу его наполнение и содержание, а также оформление книжных разворотов. Начну с главного. Мой ежедневник от бренда Август, желтого цвета в твердой обложке. Не могу сказать, что твердая обложка это суперудобный для меня формат, но безумно красиво и он аккуратен в использовании. Разлиновка у него двух видов, в точку и пустая. В точку я заполняю свои мысли, делаю коллажи, а также пустые страницы использую под читательский дневник и ежемесячные коллажи с вырезками и наклейками. Позднее мы с вами заполним один разворот. Итак, давайте поподробнее про книги и книжные трекеры. Совсем недавно я добавила новые книжные трекеры. Первый обозначила, как купила-прочитала. Это список из книг, которые я купила только на свои деньги, не нашла эти книги на букросинги, мне не подарили их издательство или подруги, а именно потратила на них свои собственные личные средства. И сейчас мне необходимо отметить, как прочитанное «Унесенные ветром», потому что я прочитала эту книгу в августе. Также у меня есть разворот с книжными планами, где я сохранила для себя желаемые на прочтение книги на 2024 год. Какие-то книги я прочитала, от каких-то избавилась, все это сохраняю в читательском дневнике. Сейчас мы приступаем к оформлению странички с прочитанными книгами на август. Этот месяц я постаралась оформить симпатично и аккуратно, не стесняясь совершить какую-то ошибку. Да, мысли про ошибку тоже бывают. Цветовое оформление решила сделать под осенние тона, так как эти два сезона месяца находятся рядом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, я показала вам, как оформляю свой небольшой книжный уголок. Теперь самое время приступить к калажному оформлению моих личных заметок. Здесь я записываю свои мысли, события, которые со мной произошли в текущем месяце, и оформляю это либо вырезками, как правило, это вещи из тех дней, допустим, газеты, буквы, надписи, что-то другое, либо вырезка калажная плюс наклейка. Но наклейка должна быть точно связана с какими-то днями, к примеру, если я впервые попробовала мачо, то наклейка должна быть с мачо или с каким-то напитком зеленого цвета. Так как у меня нет чекового принтера, я заменяю это вырезками журналов, и мне это очень нравится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее я записываю, что произошло со мной в августе, и решила заодно отметить сотрудничество, которые со мной произошли. И отдельно я оформляю ежемесячный коллаж по такому же принципу. То есть это вырезка, наклейка, какие-то свои личные надписи, и нужно соответствовать примерно какой-то одной цветовой гамме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом пока все. Я вкратце рассказала вам, как я оформляю свой личный дневник, показала свои книжные развороты и, надеюсь, вдохновила вас на ведение своего личного блокнота. Ну а бонусом я показываю уборку своего стола. Спасибо вам за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА